Компания Веневисион представляет В фильме также снималась Эва Бланко. Композиторы Луис Роман и Вероника Фарриас. Оператор Джонни Феблос. Режиссер Роман Чальбаут. Десятая серия. Исполнившаяся мечта. Нет, 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 нет. Хон, Диего и Каролина. Вот несчастье. Как я объясню, что я с Ю... Ю-ю-ю-ю-ю... Не буду ничего объяснять. Извини. Идем. Нам же сейчас столик... Какой еще столик? Здесь все занято. Нет, нет, нет. Что с тобой? Опять ты на меня так смотришь? Я все объясню. Не беспокойтесь, не надо ничего объяснять. Нет, я тебя уже знаю. Ты смотришь на меня так, как тогда в кабинете. Как будто я тебя дурю. Я все объясню. Я все объясню, дядка. Ну, объясняйте. Нет, ты смотришь так, будто говоришь, бедная синьора Бриджит. Опять вы обманываете. Объясняйте, объясняйте. Что тебе объяснять? Опять я задурила тебе голову, Ю-ю-ю-ю-ю. Сейчас я все объясню. В общем, знаешь, в этом ресторане такая жуткая духотища, а наш с тобой разговор. Для такого разговора, знаешь, нужен роскошный ресторан. Элегантный. Боже, Бриджит, что ты несешь? Соображай быстрее. Добрый вечер, синьора Бриджит. Как поживаете? Добрый вечер, Хуан Карлос. Как дела? Спасибо. У вас будет двое? Да, только двое, нас двое. Устрой нам столик, знаешь, в сторонке. Нам нужно приватно поговорить о важных вещах. У меня есть там один в глубине. И поглубже, лучше на кухне. Боже мой, только бы нас никто не увидел из агентства. Ну, идем, детка, идем. Спасибо. Благодарю. Хуан Карлос, я хотела бы бокал того крепкого красного, куда кладут это... Детка, у тебя красивое платье. Детка, у тебя красивое платье. Хай класс. Хай класс. Так о чем мы? Ах, да. Хуан Карлос, принеси мне бокал белого вина. А тебе, детка? Хуан Карлос, мне тоже бокал белого вина. Спасибо. Уже несу. Значит, ты дочка знаменитой Бриджит? Да. Она самая. Ну что, тоже думаешь учиться рекламе? Пойдешь по стопам мамы? Я по стопам мамы не хожу даже на кухню. Бета, 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 я же сказал, сегодня запрещено говорить об агентстве Монтажа. Моего отца и Бриджит. Спасибо тебе. Вы себя не представляете, как мне надоело слышать на каждом шагу об успешной Бриджит. А ведь на деле... Видите? Мы уже говорим, что не надо говорить о великой Бриджит. А я не она, я другая. Или нет? Да, да, разумеется. Ладно, Каролина, расскажи, что ты изучаешь. Ничего. Ничего. Слушай, Каролина, а что думает об этом суперуспешная Бриджит? Пролетел. Да. Вот так неделю сижу, как безработный. Видела бы меня, Лолита. Она думает, меня тут на части рвут. Они меня даже на сцену не пускают. Надо же. Нет. Это плохо. Какие мысли вас мучают, сеньор? Слишком большой контраст с такой музыкой. Что с тобой? Как дела? Как жизнь? Да вот. Сижу, балдею. Не видишь? Если хочешь, могу изобразить наглядно. Ну и настроение у тебя. Ты что, сегодня не поешь? Или вы по очереди с Эдгаром Лоном? Потому что этот певец никогда, никогда здесь не пел. Ни разу. Ну, он и поет первый раз. А я вот пролетел. Мне спеть не дают. Даже подменить ни разу не пустили. Сижу. Я сижу. Вилкер, не надо так переживать. Давай улыбнись. Моего дурного настроения хватит на двоих. По чем ты знаешь? Может, потом Альфреда попросят спеть и тебя? Давай поговорим о чем-нибудь другом. Давай выпьем по глотку. Давай. А ты как? Одна пришла? Я что-то не вижу твою подружку. Это ты про юбери? Она сейчас, похоже, пожинает плоды успеха. Знаешь, как это говорится? Наслаждается успехом. Но ты и сама об этом узнаешь. Я уверена, она скоро сюда придет. Вилкер, кто знает, может и тебя сегодня попросят спеть. Кто знает. Значит, юбери не придет. И тут мне не повезло. Песня. Конец. Я смотрю, детка, ты много знаешь. Где же ты училась? Это мы не изучали, эту информацию я нашла. Хотите еще вина? Нет, спасибо. А я да, Хуан Карлос, еще бокал. Тогда и мне тоже. Хуан Карлос, еще бокал. Одну секунду. Я и говорю, сеньора Бриджит, что я... нашла эту информацию. Какую информацию, детка? Ну, ах да, информацию. Насчет этих аптек, ясно. Так откуда все-таки ты столько всего знаешь? Я... Я вам кое-что скажу, сеньора Бриджит, но вы должны поклясться, что никому не скажете. Да, клянусь, что никому не скажу. Вы знаете, в наш клуб ходит много людей из агентства, и я сказала сеньоре Хиселе, сеньора Хиселе, почему бы... Почему бы нам не подписаться на один из этих шикарных рекламных журналов? И пусть народ из агентства, когда приходит, читает его. Вот она и подписалась на один американский журнал. Не видели его? Нет, а где это? У нас, на входе. Ах, да, да. На входе, я их читаю от корки до корки, сеньора Бриджит. Там я все и прочитала. Про Кальканье, про Джованни и про Фарма Пронта. Но у вас ведь наверху все это есть, правда? Где? Наверху? А, ну да. Твоё здоровье, детка. Как говорит Богорт, это начало большой дружбы. За здоровье. Кто же ты такая? Сеньора Бриджит, это всегда немного трудно сказать что-то про себя. Сказать, кто ты такая. Знаете, в чём дело? Просто мне нечего сказать. Я вся одна мечта. Одна мечта, значит. Да, ты одна мечта. Красиво звучит. Да, ты одна мечта, потому что я, моя дорогая, сплошной кошмар. Знаете что, когда мы были маленькие, мама уходила на работу, а мы оставались дома с включённым телевизором. И, значит, пока Грессиэлла и Сегунда из-за чего-то спорили, потому что они всегда из-за чего-то спорили, а потом дрались. Ну, а я, как самая маленькая, я... Я, значит... Да, так, значит, ты самая младшая. Да-да. И я, как самая маленькая, смотрела телевизор. Я сидела всё время у экрана и смотрела все программы. И даже всю рекламу. Я всегда мечтала делать рекламу. Я не хотела быть моделью. У нас модель Грессиэлла, она красивее меня. А я мечтала писать такие отрывки, чтобы меньше, чем за секунду человек захотел купить всё, что ему показывают. Прекрасно. Ну, а я, когда была маленькая, я мечтала стать врачом. Я знаю. Я это знаю. Потому что я читаю все ваши интервью. Сперва вы хотели стать врачом, потом вы хотели стать журналисткой, но всё кончилось тем... Всё кончилось... Катастрофой, дорогая. Скажи мне, Юбери, как тебе пришло в голову нарисовать улыбку? Всё это дело с аптеками и всё остальное. Это благодаря примеру Гамбоа, моему деду. Он, знаете ли, глухой. И он ничего не слышит, когда я говорю ему. А тут он вошёл, увидел, что я рисую. Ну, глупая малышка, что с тобой? Отвечай. Господи. Я рановато родила Гроссиелу, правда? Не знаю. Она у нас такая шустрая. Смотри, как они обе весело играют. А вообще-то... У меня очень хорошие дети, папа. Да, у нас, конечно... Если бы не ты, не знаю. Ну, а зачем мне здесь... За детьми смотреть? Господи. Вот бы мои бесстыжие мужья хоть раз подумали точно так же. Тебе всегда нравились ни на что негодные мужчины. У тебя ведь и имя такое... Добро пожаловать. Мне это нравится, и я рожу тебе ребёнка. Папа, ради бога. Да не нужны они мне. У меня растут замечательные дети. Вот Гроссиелла, красавица, труженица. Или Сигонда со своим такси и пивом. Тоже молодец. Айюбери. Моя умница профессию получила, слава богу. Как там она сейчас с этой докторшей? А как там она? Прекрасно. Ты что, думаешь, эта докторша вот так взяла бы и пригласила её? Будь она у нас дура. Не боже мой. Ах, папа. Знаешь что? Да ради одного только этого стоило родить моих деток. И одной растить их. А ночью плакать в подушку из забросивших меня мужей. Только бы увидеть, как сбываются их мечты. Сегодня вечером это происходит с моей юбери. Наконец, её мечта сбывается. Какой кошмар. Тебе что, не жарко? Какая-то жуткая жара стоит в стране в последнее время. Тебе правда не жарко? Нет, правда не жарко. Если бы я не волновалась, я бы замёрзла. Замёрзла? Нет, значит, со мной что-то не так. Это или из-за жары, или из-за еды. Но я сижу как на сковородке. Вам плохо? Сеньора Бриджут, что мне сделать? Что с вами? Милая, юбери. Вот я вроде спокойна, а со мной такое происходит. Это сеньор Джуниор, правда? Джуниор? О чём это ты? Сеньора Бриджут, я вечно всё порчу. Простите мою бестактность. Какая бестактность, детка? Не волнуйся. Если ты знаешь мою жизнь от Адая, то сеньор Джуниор, как ты его зовёшь. Вы его ненавидите? Ненависти уже нет, юбери. Я прошла через это. Двадцать лет пыталась я воспринимать Джуниора серьёзно. А сейчас вот сижу и смеюсь над ним. Джуниор – это злая шутка в моей жизни. Не болела бы у меня сейчас голова. Я бы посмеялась. Вместе с тобой. Это точно. У вас болит голова? Да, моя милая, у меня болит голова. Ты ведь не знаешь, что я ношу на голове вот такие рога, точно как у папы этого, как из мультика маленького или... Его мама носила рога. Бэмби. Это его папа носил рога, здоровенные такие, бэмби. Детка, ты такая умная. Знаете, что говорит моя мама, синьора Бриджит? Мужчина без рогов – это не мужчина. Какая умная у тебя мама. За здоровье, очень умная. Это одно из достоинств Джуниора. Знаешь, я была бы счастлива встретиться с Джуниором. А он ведь наставил мне рога со всей страной. Я была бы счастлива открыть двери и встретить там Джуниора. Ну, не сейчас, а 10 лет назад, в 30, 30, ну, 30 с хвостиком. В этих твоих интервью про мой возраст что-нибудь есть? Нет, слава богу. Мне в то время, 10 лет назад, было 30. И я была бы счастлива развести 10 лет назад и в свои 30 лет. Милый, все отлично. Квартирка очень функциональная. Очень функциональная. Супер функциональная. Она у моего папы уже много-много лет. Когда я была маленькая, я здесь жила. Но я этого не помню. Он ее не продал. Знаешь, какой он у меня предусмотрительный? Это очень важно, быть предусмотрительным. Он у меня особенный. И знаешь, он тебе понравится. Я уверен. Да, милый. Он похож на тебя. И он тоже художник. Да? Да. А что делает твой папа? Он поэт. Пишет стихи и пережил те же разочарования, что и ты. Он не написал свою первую книгу, а ты не снял свой первый фильм. Послушай, расскажи, какие еще разочарования он пережил? Ну, я не знаю. Дело в том, что когда умерла мама, она его очень поддерживала во всех его делах в творчестве. Ну, ты сам знаешь. Ну, вообще-то у нас есть отличия. Я вот, например, не выдавец. Но жена тебя бросила. Ну да. Ну вот. А вообще мне сейчас не хочется говорить об этом. Скажи, когда вас познакомить? Мне кажется, милая, нам это надо сделать постепенно. То есть, ну, я чувствую, что твой папа очень тонкий, очень ранимый человек. И я хочу предстать перед ним ничем не обремененным, свободным, без всяких обязательств. Потому что ты у него одна, а я все еще женатый мужчина. В этом преимущество пиццы. Не надо ничего готовить. Да, это правда. Ну что, пришло время кино. Что скажешь, Карлета? Я же сказал, я видел его с папой. Ему не понравилось. Понял, это плохо. Да, я думаю, если твой папа видел этот фильм, и так сказал, значит, фильм плохой. Но, может, посмотрим еще раз? Вдруг он нам понравится. Такого со мной не было. Но, Карлес, пять минут. Может, он все же понравится тебе? Конечно. Ладно, давайте. Сейчас поставим. Это я оставлю здесь. Карлета, ты мог бы быть немного любезнее с Маурисио. Зачем? Ну? Он ведь хотел сделать тебе приятное. Все, готово. Что случилось с этой штукой? Ей умеют управлять, только мой папа. Карлос, но твоего папы здесь нет, и мы не будем его звать, чтобы посмотреть фильм. Да, правда. Посмотрим, что здесь можно сделать. Ну вот. Готово. Провод отошел. Теперь можно смотреть. Ага. Что так? Кларис, оставь это, пожалуйста. Я сам потом все уберу. В чем дело, Олегарио? Мне нельзя посмотреть, куда ты переезжаешь? Мне нельзя помочь паковаться? Что за странные дела с переездом? Что происходит? Да все нормально, Клариса, ничего не происходит. Просто я никогда не думал, что все будет так. Я учился на инженера, понимаешь? Я инженер, правда. Предполагал, что я погибну, стоя под новым мостом, при проверке его прочности, и что? У меня? У меня даже дома нет. Ты намерен плохо говорить о моем парне в его присутствии? Оле! Нет. Но знаешь, твой парень просто обычный неудачник. Даже продавая булочки, не смог заработать. А мне сказали, на этом я заработаю. Сказали, очень много. И вот я, безработный инженер, как многие инженеры в нашей стране, с ее вечным кризисом, спрашиваю себя, что люди никогда не перестанут делать? Есть. И тогда я решаю продавать еду. И точка. Начинать всегда трудно? Начинать, да, это, похоже, мой финал. Но у других-то получается. Есть такие, что грибут миллионы, продавая гамбургеры с картошкой. Другим бешеные бабки приносят кукурузная водка. А я на своем деле имею ровно столько, сколько нужно, чтобы купить чашку кофе. Это все. Что-то у меня не так. Все, он заснул. Знаешь, честно говоря, эта моя выдумка с фильмом провалилась с жутким треском. Даже если бы ты привел самого Индиану Джонса, ему бы это не понравилось. Он вел себя ужасно. Ты не права, Анна, оставь его. Я тебе вот что скажу. Вздумай, моя мамочка, привезти домой своего друга, когда мне было 10 лет, не знаю, что бы я сделал. Я вел бы себя так или еще хуже. Я вижу, у тебя большой опыт в этом деле. Более или менее. Дело в том, что мне не нравятся подростки. А у интересных женщин, как правило, за спиной пара мужей, как минимум, один ребенок. И как быть в таком случае? Спасибо за слово интересное. Ну, ты не только интересная. Ты еще симпатичная, очаровательная. И у тебя чудесный парень, умеющий защищать свою территорию. А еще, ты потрясающе красива. Ана, это происходит с тобой. Он это сделает. Он сделает. Какие белые зубы. Сделал. Что с тобой? Нет, ничего. Просто я не ожидала. Тебе неприятно? Нет. Наоборот. Я бы хотела, чтобы ты побыл еще немного, но у моего сына очень чуткий сон. Да, ты права. Будет лучше, если я не буду долго задерживаться. Пообедаем завтра вместе? Да, пообедаем. Ладно. Пока. До завтра. Час есть. Поцеловал. Поцеловал. Да, детка, похоже, у тебя будет друг. И какой друг? У тебя намечается друг, а твой бывший муж живет в твоем доме? Как это нет моей машины? Минуточку, она у вас. Я оставила ее вам. Я отлично помню ваше лицо. У вас есть талон, сеньора? Нет, у меня талон. Вы дали мне талон? Я помню ваше лицо. Я ему оставила машину. И бери. Успокойтесь. Минуточку. Минуточку. Он шутит, этот сеньор. Я что, пришла пешком? Я приехала в ресторан на машине. Нет, я этого не потерплю. Отдайте мою машину. Какая наглость. У меня украли машину. Я позвоню в полицию. У меня украли машину. Я этого не потерплю. Не надо, сеньора Бриджит. Подожди, убери, подожди. Вы помните, мы собирались ужинать в другом ресторане. Вам дали талон на той парковке. Вам стало жарко, и мы пришли сюда. Помните? А где моя машина? Там? Зачем, юбери, ты заставляешь меня выглядеть глупо. Какой стыд. Мне опять стало жарко. Ну все, пошли. У тебя есть машина? Я тебя отвезу. У меня нет машины, но за мной приедет мой брат. Не беспокойтесь, точно? Да. Ты помнишь, завтра сделаешь мне работу и будь готова. Возможно, я задействую тебя в рекламе магазинов. Аптек? Ну да, аптек. Не волнуйтесь, сеньора Бриджит, завтра я все привезу. Поезжайте спокойно. Умница. Чао. Я иду туда. До завтра. Ну и убери. Теперь двигай на остановку и надейся, что после такого удачного вечера на тебя не нападут. Вперед. Дорогая Рози. Как там поживает первый мир? У нас все по-старому. Дети здоровы. Вши тоже на месте. Муж в порядке. С работой порядок. Каждый понедельник я сажусь на диету, а в среду схожу с нее. В нашем доме очень трудно соблюдать диету Рози. Ты говоришь или спрашиваешь? А это очень вкусно. Да, Рози. Это правда. Сегодня вторник. Как думаешь, чем занят Боттеро по вторникам уже 15 лет? Готовит. И вопрос... Все тот же. Как вам моя паста? Вкусно, папочка. Спасибо, милая. А ты умеешь готовить что-нибудь другое? Тебе не нравится моя паста? Ну что ты, дорогой, сегодня ведь твой вторник. Словом, Рози все как всегда. Иногда мне страшно. Знаешь, сколько вторников в 15 годах? 780. 780 вторников мы едим пасту. Да, знаю. Он хотя бы готовит. Я знаю, Боттеро неплохой. Но сюрпризы так радуют. Какой-нибудь баклажан для разнообразия. Но нет. Неумолимая рутина в виде мужа. И он совершенно уверен, что я в восторге. Он и не подозревает, что когда я вижу его пасту, мне хочется стукнуть его по голове. Я вот думаю, почему я вышла замуж за него? Были же и другие кандидаты. Помнишь, Франциско? Такой красавчик, брюнет. И хорошо, что я не вышла за него. Он такие рога наставил Моголей, закачаешься. А Хавьер? Та еще партия. Стал министром. А как выдали ордер на арест за воровство, сбежал из страны. Да уж, Бог миловал. А Марио? Тут я не устояла. А он в Австралии. Бросил управлять компанией и подался в рок-музыканте. Остался Боттеро. Добрый, нежный, прилежный в учебе. И божественные серые глаза. Он меня любил. А как он красиво говорил. Финита! Финита, иди сюда. Ну, зачем скандалить, милый? Я скандалю? Ты послушай, послушай, что смотрят девочки? Считаешь, им это очень нужно? Какая необходимость им знать, сколько раз в год испанцы делают это? Объясни мне, я не понимаю, почему телевидение поднимает такие вопросы? Нам-то это зачем? Ну, и сколько раз? Мы с мужем в лучшем случае раз в 20 дней. Раз в 20 дней? Пусть спросят меня. Это будет не бестселлер, а полнометражный фильм. Послушай, ты-то чего задергалась? Что ты такое говоришь? Баттеро, дорогой. Пожалуйста, не хлопай дверями. Скажи мне, Финита. Ты хочешь на что-то пожаловаться, да, дорогая? Если да, то я тебя слушал. Баттеро, дорогой, присядь и напряги свою память. Ну-ка. Зачем напрягать? Когда был последний раз? Когда последний раз я ощущала на себе твою трепетную руку? Если ты об этом, я могу сказать то же самое. Мы не ищем виноватого, Баттеро. Скажи, когда это было в последний раз? Не знаю, в общем. С неделю назад. С неделю. Нет, милый. Ну, ладно. Десять дней? Совсем плохой. Не десять. Не знаю, Финита, не знаю. Я это как-то не считаю, дорогая. Не считаю так, что не дави на меня, потому что я просто не знаю. Ну, а я помню, потому что я обожаю десерт, как ты не понимаешь. И хорошо помню. На день рождения Ковальский, помнишь? Помнишь, дорогой? Мы тогда вернулись в легком подпитии. Такой кайф. Мы тогда немного потанцевали, а потом мы легли. Но если Ковальский рак, то это было в июле. А ты, как хороший бухгалтер, должен складывать, а ты умеешь только отнимать. Что еще сказать, Росси? Я уверена, сегодня ночью он исправится. А в следующий раз мы будем это обсуждать на Рождество. Если это не считать, то в остальном я совершенно счастливая женщина и без проблем. Люблю Финита. Как это чудесно. Так хорошо никогда не было. Ты очень милый. А ты в своей стихии, правда? Ты как рыба в воде. Бланка, Бланка. Прошу тебя, Бланкита. Не дразни, я за себя не отвечаю. У тебя один недостаток? Ты не отвечаешь? Прости, не понял. Мой малыш, я тебя все время спрашиваю, потому что хочу больше узнать о тебе. А ты мне еще ни разу не ответил. Ни разу. Дорогая, ну что за расспросы, Бланка? Милый, я просто не понимаю. Почему ты не приглашаешь меня к себе? Ты живешь не один? Ну, в общем, один. Да, я живу один. Я и говорю. Зачем ты делаешь какую-то тайну из своей жизни и своей квартиры, милый? Скажи правду, малыш. У тебя кто-то есть? Она что, знаменитость? Потому что, знаешь, этот вопрос не только я задаю себе. Этот вопрос задает себе весь народ в нашем агентстве. Все жаждут узнать, кого осчастливил вниманием доктор Армандо. У вас у всех есть выход не быть любопытными, а такой выдающейся девушке, как ты, вообще ни о чем беспокоиться. Ну ладно, мне пора. До завтра. До завтра. Мой малыш. Ну что, Юбери? Кажется, тебе повезло, подруга. Кто бы мог подумать? Ты и синьора Бриджит, подруги. Она мне даже о муже рассказала. А какой счет она оплатила? Когда я получу в агентстве первую зарплату, я все ее потрачу вместе с Бин Венидой в ресторане. Кто сравнится с семьей Гамбоа в размахе? Потому что то, что синьора Бриджит берет меня в агентство, это точно. Она меня возьмет. А это ее задание. И еще я узнала от нее кое-что. У малышки большой талант. Прямо фонтан идеи бьет из этой. Как же ее зовут? Юмайра, Юнейма, Юоня, о боже мой. И тебе не стыдно, Бриджит? Вернулась наконец-то. Тебе звонила полк Аракаса. Но, как прошел твой ужин? Нормально, мама. А кто мне звонил? Во-первых, звонил Атанасио. Ана. У нее что-то срочное. И Финита два раза. Все они ужасно заинтригованы. Ты никому не сказала, с кем встречаешься. И твои друзья думают, что у тебя кто-то появился. Они уверены в этом? Никто не появился, мама. Тогда с кем ты встречалась? Если они ничего не знают, что же это было? Ну-ка, говори. Ничего, мама. Решила устроить мне допрос, что ли? Что-нибудь было не так за ужином? Ты в таком настроении? Слушай. Случайно, это был не джуниор? Мамуля, как я могла встречаться с джуниором? Не напоминай о нем. А эти, что звонили, что-то передавали? Нет, нет. Атанасио сказал не срочно. А вот у Аны был странный голос. Она что-то хотела. Точно что-то хотела. Но Афинита, кто ее знает? Может, опять хотела рассказать о вшах своих дочек. Нет, у этой женщины странные привычки. Мама, ты все та же. С самого детства критикуешь моих подруг. Так ты скажешь мне или нет? Я вижу, что с тобой что-то происходит. Нет, мама, я ничего не скажу. Иди спать, мамочка. Вредная. Девчонка. Что это, мама? Похоже, ты тут сама с собой танцевала гуарачу, да? Нет, у меня аллергия. Аллергия? Как это? Да вот. Чихаю и чешусь. Знаешь, я предчувствовала, что сегодня у тебя дело не заладится. И положила двойную порцию ладана. А еще поставила разные благовония для святого Иуда и Стадео. И этот дым меня просто убивает. И все ради тебя, мой дорогой. Чтобы у тебя все было хорошо. Господи, мама, зачем ты сжешь все это? У тебя будет приступ астмы. Знаешь что? Но зря ты это все. Только потеряла время. Меня все равно прокатили. Близко не пустили. Нет, сынок. Ты не должен падать духом. Ты у меня самый лучший. Лучший из лучших. Ты станешь... Станешь... Самым... Ты станешь знаменитым. Ты как наша Лупе. Она говорила... Нет, Титопуэнто, ты не должен падать духом. Мамочка, пойду куплю лекарство. Надо как-то снять эту твою двойную аллергию. Да? Ладно. Скоро вернусь. Шагай, подруга, удача с тобой. Сегодня я точно чувствую себя королевой. Меня так и распирает от гордости. Привет, королева. О, Господи. Тебя угощали сладким, мамочка? Гуаявой. Ибери, тебя проводить? Проводить? Нет, сама дойду. Далечу на крыльях успеха. Ясно. В поисках Гуаяуы шагаю я. Так, как ты ищешь, есть у меня. Ты тоже балдеешь от Рубина Бладеса? Я тебе не скажу, от чего я балдею. А если скажу, это будет неправда. Ну, тогда молчи. Лучше скажи, как жизнь. Отлично. Что, по мне не видно? Хотя, знаешь, я пролетел в баре. Ясно. Но ты не знаешь, почему? Тебя там не было. Значит, мое отсутствие заметно? Разумеется, подруга. Симпатичные девушки всегда на виду. А можно узнать, где ты была? Уменьшала грусть, тоску, печаль от этой жизни. И ты знаешь, я здорово преуспела. А ты? Пожинал лаврой? Как всегда. Те, типа, приходили тебя слушать или нет? Ты принял их предложение или отказался и решил немного их помучить? Да нет, у меня, как это говорится, выдался небольшой отпуск. Серьезно? Когда все решится, я тебе сообщу. Кстати, твою удачу пиво не повредит. Или радость, которую ты излучаешь, не очень с ним сочетается? Да, точно. Сочетание не очень. Но моя радость может сделать исключение. Это ты верно решила. Ну, пошли. Я тебе вот что скажу, Бриджит. Можешь чувствовать себя как угодно плохо. Можешь корить себя последними словами. Это дело не поможет. Суть одна. С девчонкой ты поступила по-свински. А малышка такая наивная, красивая и такая добрая. Смотрит на тебя, будто ты сама Бриджит Бардо. Бриджит Бардо. Да, Бриджит, твой цинизм – это нечто. Просто я старею и дурнею. За решение наших проблем. О каком решении ты говоришь? Да мне стыдно перед Клариссой. Как мне все это распутать? К тому же я еще порчу жизни и Ане. А то, что я порчу жизнь Кларисе, это ясно. Выходит, я невольно порчу жизнь им обеим. Да, Легаря, это вопрос. Решения у него нет. Две бабы, а ты рыдаешь. Не говори так, не говори. Ты знаешь, это не тот случай, совсем не тот. А какой? Что с тобой, певец нежных булочек? Что с тобой? Ты никому не делаешь плохо. Ты не делаешь плохо своей бывшей. Она тебе сама предложила. Между прочим, это выше моего разумения. Ну все, перестань, хватит новодрам. От этого не умираю. И ты не умрешь, приятель. А потом, признайся. Пока ты там, Анна ведет себя примерно. Тебе это нравится? Нравится. Но это ответа не будет. Лучше я промолчу. Но это неплохо, да? Неплохо. Ответа не будет, не будет. Бриджит, ты учти, это мне сейчас плохо. Мне даже хотят представить тестя. Нет, это не для меня. У меня один тесть, приятель. Отец Бриджит. Мир праху его. Все остальное, сон, видение, дымка в Калифорнии. Чао, будь здоров, приятель. За здоровье. За здоровье. Значит, примеры и секунды комбо. Ну да. Твой брат и дед большие оригиналы. Хорошо, хоть что они оказались достаточно оригинальны и остались дома. От других не осталось ни воспоминаний, ни фамилии. Послушай, подруга. А мы случайно не брат и сестра? Ты что, спятил? Нет, просто история твоей мамы похожа на историю моей. Нет, папочка не похожа, и не надейся. Но это не потому, что место занято, да? Ну, будь у тебя парень, ты бы со мной не трепалась. Что? Ты о чем? Никак интересуешься, свободно ли место? Я? Нет. Нет, подруга вовсе нет. Я просто так... Знаешь ли, просто любопытно... Ну да. Просто любопытство. И я один. Я так говорю, вдруг тебе интересно. Мне? Ты чокнулся. Ничего подобного. Даже не думай. Я принесла тебе отвар ромашки. Выпей, дорогая. Тебе лучше, дочка? Да. Лучше. Каролина, твои приступы тошноты мне не нравятся. Тебе нужно пойти к врачу. Какие приступы, мама? Все в порядке. Я почти уверена, это у меня от того, что я что-то не то съела. А я нет. У тебя эти приступы тошноты бывают слишком часто, и от таких приступов может развиться анорексия. Мама, это булимия. Тошнит тех, у кого булимия. А я чувствую себя прекрасно. Сахар здесь есть? Нет, Каролина, сахара нет. От отвара ромашки не толстеет, дорогая. А что ты ела, дочка? Мама, вопрос не что ела, а с кем ела. У нас с Хуаном Диего все отлично. Он пригласил меня на ужин и так смотрел, не передать. Серьезно, милая? Он тебе нравится? Так нравится, что я бы вышла за него. Как это вышло, Каролина? Как тебе только в голову пришло говорить об этом? Я-то решила, что ты уже совсем взрослая. Не делай этого, Каролина. Ты еще слишком молода для такого шага. Пока это самое последнее, чего я хочу для тебя. Нет, не сейчас. Где ты был, что вернулся домой голодным? Мы ужинали с Бетой и Каролиной. Какой Каролиной? Не с дочкой или Бриджит? Тебе что? Сок, молоко? О, Боже. Это означает да. Послушай, Хуан Диего. В нашей стране столько женщин, а ты почему-то встречаешься с дочкой Бриджит. Это что, серьезно? Да ладно, папа. Что значит серьезно? Дай определение этого слова, пожалуйста. Хуан Диего. Будь осмотрителен с этой девушкой. Я не хочу никаких проблем с Бриджит. Я тем более. Попробуй, сэр. Очень вкусно, не пожалеешь. Слушай, Вилкер, у твоей мамы, должно быть, аллергия уже прошла? Да, да, ты права. И тебе тоже надо делать твое задание. Напоминаешь о задании? Не слишком ли большая вольность для такого короткого знакомства? И думать забудь. Это большой секрет. Не волнуйся, я уже все забыл. Когда приду домой, тоже, наверное, забуду, какая ты была сегодня красивая. Да? Я показалась тебе красивой? Разве я так сказал? Да. Вот дурак ты. И бери, не смотри так. И не смейся, так я могу не выдержать и сделаю то, о чем думаю. Не надо. Нет? Нет. Нет. Что? 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 И что? А что? На этом и закончим? Да. Кстати, насчет не иметь проблем с Бриджит. У тебя на нее виды? На этот вопрос очень трудно ответить в такой час и в таких условиях. Предупреждаю тебя, у Бриджит всегда есть туз в рукаве. Бриджит никогда не сдается. И она очень непроста. Я не имел в виду работу в агентстве. Я тоже. Фильм озвучен компанией Zone Vision. Фильм озвучен компанией Звучит 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 компанией З Субтитры подогнал «Симон»